У нас и так Государственный жилищный фонд строительный уже приводит к строению практически банкротства. Вычистое строить в рейне социальной ипотеки. Но вопрос такой. Вот здесь и позвучала фраза о том, что на 12 лет. Как на 13 лет такую цену сходить? Как это будет сходиться? Не совсем корректно. Действительно, вопрос очень сложный. И Государственный жилищный фонд этот вопрос поднял на том саммитском совещании, который мы проводили с фондом МЖС, но, к сожалению, в ровно законодательстве сегодня предусмотреть часть 161 закона, статья 166, фиксируемые цены на срок реализации. То есть здесь застройщику необходимо ускорять освоение земельного участка. Единственный факт, это ускорение освоения. То есть не 13 лет, а 5-6 лет в максимуме участка. Даже 5-6 лет сохранить такую цену, но сегодня я реальную собесторность, мы ее раскладывали. Я знаю, как ее сохранить, не совсем полезно. Было бы, конечно, прекрасно, если хотите, что это сохранится, даже в протяжении 5-6 лет, это, ну, по сути дела, практически 17 сантиметров. Значит, уважаемые коллеги, вот это номер федерального закона. На срок дается освоение земельного участка, бесплатно дается земельный участок. Это некий бонус, кто выигрывает аукцион, федеральная земель дает. Ну, пожалуйста, осваивай. В течение ограниченного срока. Ну, в данном случае 13 лет. По этому первому аукциону, которые проведены. Но этот закон новый. Мы почему его поставили, потому что нас лично тревожит то, что правительство до сих пор поджаконный нормативный акт все еще не издало. Мы поэтому в решении, проект решения написали, ускорить принятие подзаконных нормативных актов. Потому что вопрос постановки на очередь и так далее, они все должны быть подзаконными актами отрегулированы. О чем сказал второй докладчик. Вполне справедливо. Это первый момент. Второй момент. В Казани мы слышим от всех уровней власти города Казани, что нет деньги, нет деньги строить так. Но если посмотреть на карту сверху со спутника, то в Казани полно высых мест в черте города одновременно. Я понимаю, они все имеют хозяйку. Но федеральный закон предполагает безвозмездную передачу по строительству эконом-класса федеральных земельных участков. Я не сомневаюсь, если хорошо поискать, федеральные земельные участки в черте Казани свободные найти можно, которые не дозваиваются. Потому что они в свое время, в советское время, ну там земля немереная, бедовство есть, участок забели, колушки есть, вроде и хозяин есть. Но земля там не работает. Полигоны всякие есть в черте города и так далее.